Музыка Так, друзья, 13 июля, никогда так рано абрикосы не созревали. Я помню, когда я собирал перед поездкой в Московскую конференцию, где было приказано всем приглашенным привезти фрукты. И тогда это числа 16 я их полузелёные, потому что остальные были просто зелёные, я тогда несколько литров-то и положил к себе в саквояж. Вот, а в этом году уже поспели-переспели. Вот, хожу, ем. Видите, какие косточки? Да, здорово. Это я хожу, ем. Это остатки. Вон ещё, вон, 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 вон. А вот это уже другие, я ради них-то этот фильм не снимаю. Итак, это 70 грамм, у меня есть весы, вот, 68-65, так, вот этих. Но их, они уже отошли, они уже пережрели, они уже мягкие. А вот это вот, пара подходит, видите, они ещё висят, зеленоватые, и начали сыпаться. Вот ради них мы здесь, вот раздавил один. Так, почему? Давайте на них смотреть. Вот он, да? Найти бы покрупнее. Это тот же, того же порядка. Того же порядка, как и... Как и те, которые мы уже видели, помните? Сын Манжурса номер 2 видели. Сын Манжурса номер 4 видели. У этого косточка крепко держится здесь. Вот так. О, не отлипает, нет, с трудом отлипает. Теперь пробуем. Да? Чисто сладкая. Вот что интересно, я заметил такую тенденцию. Если косточка хорошо отлипает, мякоть, ну, то есть, они это, почти сухая или сухая. Мякоть у абрикоса довольно жёсткая и с кислинкой. А где плохо отлипается, как это, видите? Вот как это. Здесь получается слаще. Вот это такая вся тенденция. Кто тебя полил? Наверное, вот этим. Наверное, вот этим. Но они уже отошли, фактически. Смотрите. Так, всё равно кушать можно. Слаще мёда. Ну, я что говорю. Чуть не промахнулся. Эти косточки, этих урожай маленькие, эти косточки я берегу. А эти нет. Сейчас приедут гости. Я скажу. Собирайте и увозите. У меня таких деревьев много. Вот с таким вот урожаем. Вот с таким, вот с таким. Итак, этот абрикос сырманджёрца безымянный. А так как в этом году тут вот, что я отойду в сторонку, я объясню. Раньше я делил на сладкие, кистое и кистосладкие. Попадались разные. В этом году я уже четвёртый жанганджурцу испытал. Помните, номер два, номер четыре. Сладкий, ещё один безымянный. Сладкий. И это сладкий. Так так не должно быть для кислинка. А вот солнце. Дикое, жаркое солнце. Вся первая половина лета. Несколько дней всего снижалось. Вторая половина июня и первая половина июня всё несколько дней до 20 градусов снижалось. Остальное 25, 30, 35. Результат. Кислинки совсем нет. Вот. Так что получается, что когда я обижал абрикосы в холодное лето, они не добирали сахару, а я их называл кислофатки, сладкокислое. Это я их обижал. Так. Ну, а там на дальнем плане персик. Давайте-ка менять тему. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok